Друзья, всем привет! В 2023 году компания K&M выпустила новинку. Это BRP Outlander с аббревиатурой 500 и 700. Давайте поподробнее разберем, что это за машина, какие у нее технические новшества, какие технологии компания K&M внедрила в этот квадроцикл, а также целевую аудиторию этого квадроцикла и почему они решили залезть в сегмент одноцилиндровых квадроциклов. Погнали! Итак, компания K&M провела маркетинг-исследний и выявила, что продажа их квадроциклов занимает всего лишь 20%. Причина этому оказалась, что целевая аудитория не слишком правильно подобрана и их техника весьма дорога. На это жаловались пользователи. Остальные 80% занимают продажи. Это Polaris первое место занимает, затем идет Honda, Yamaha и Kawasaki. Компания K&M очень тщательно проработала новинку. По их мнению, она получилась совершенной. И она способна отжать 60% рынка у конкурентов в среднем сегменте. Ведь целевая аудитория этого квадроцикла – это фермерские сельхозные назначения и развлечения. Давайте поподробнее разберемся, что там нового и что там такого кардинально нового и совершенного, по их мнению, получилось в этой новинке. Также досмотрите это видео до конца. Я расскажу, почему эта модель имеет большой жирный минус, если он окажется на российском рынке. Ну, вообще, для российского рынка. Что поменялось? Теперь этот квадроцикл имеет новую раму. У него спереди и сзади А-образные рычаги. Он стал по сравнению с конкурентами шире, выше, длиннее. У него теперь... Он имеет одноцилиндровый мотор объемом 500 кубических сантиметров и 650. Зачем они поставили Аббаратуру 700, я не очень понимаю. Но, видимо, какие-то маркетинговые решения, потому что конкуренты имеют Аббаратуру 700. Видимо, решили залезть в этот сегмент. Также, что аккумулятор они сместили назад. Клемы вывели под сиденье. Теперь имеется полноразмерный бардачок с магнитным держателем и USB-зарядником в дань-моге. Светодиодная оптика есть. Удобный доступ к вариатору для его обслуживания. Выхлопная часть теперь располагается с мотора, выходит сзади. То есть, вы не будете испытывать жар в ногах. Особенно, это те, кто использует квадроцикл в жарких климатах. То есть, вы можете фактически кататься в шортах. Это большой плюс. Теперь квадроцикл оснащен системой DBS. И я расскажу более подробнее об этом далее. Про комплектацию. И появился теперь, ребята, круиз-контроль на квадроцикле. Круиз-контроль. С динамической возможностью увеличивать на кнопке скорость. Поддержанием ее. И также система Visco 4 Lock. Она также осталась. Топливный бак составляет 19,5 литров. Система крепления Linking также осталась. То есть, теперь, если вы используете канистру, например, на своем снегоходе, она подойдет на квадроцикл и на ваш водный мотоцикл. КПП. Теперь не нужно раскачивать. То есть, она включается все четенько. Нажали газ и поехали. То есть, также были, видимо, жалобы от пользователей. И они этот момент проработали. В целом, если я что-то упустил, пожалуйста, напишите в комментариях. Добавьте каких-то моментов, что вы успели заметить. Или, может быть, кто-то уже успел попользоваться этой новинкой. А теперь я бы хотел перейти уже непосредственно к комплектациям. Итак, про комплектации. Я выделил три комплектации версии XT, Pro, XMR. Ну, и коротко про версию XU расскажу. Она предлагается как в одноместной, так и в двухместной версии. Но не стал про нее сильно дать внимания. Но очень, на самом деле, хорошее конкурентное преимущество предлагает. Потому, что конкуренты японцы, они только одноместные все. Итак, комплектация XT. XT обладает уже оснащен, поправлюсь, светодиодными фарами. Предлагается вариант с моторами 500 и 650. Хотя аббревиатура у них стоит как 700. Достаточно очень интересно и непонятно. Но, тем не менее, как есть. Далее у нее оснащена уже эта мягкая подвеска. Простой металлический бампер встроенный. Есть бардачок с магнитным держателем и USB-зарядкой. Полная размерная защита пластиковая на всю длину. То есть, не кусками, а на всю длину. Прям целый лист такой. Здорово уже решение. То есть, это не будет алюминиево с таким большим весом. Виск-лок обыкновенный КУЕ. То есть, это без блокировки дифа. Так скажем, назовем трехприводный квадроцикл. У вас система DPS. Это регулировка усилителя руля минимум, медиум и максимум. И, соответственно, также идут 14-дюймовые диски вместо 12, как мы все привыкли. И оснащен он лебедкой на 3500 фунтов. Вот, в принципе, и все оснащение его. Итак, комплектация PRO. Изначально сразу я говорю, что эта комплектация для того, чтобы ввозить что-то тяжелое или таскать что-то тяжелое. То есть, у него жесткие амортизаторы специально приспособлены для того, чтобы вы что-то загрузили сзади или спереди. Также в этой комплектации добавляется помимо переднего бампера задний бампер. У него также передний бардачок добавляется. И появляется система круиз-контроля. Именно на этой версии. Почему? Потому что она больше пригодна для сельхозного значения. К примеру, цепляет какое-то оборудование сзади. И что-то разбрасывает зерно, что-то поливает, косит. И, соответственно, человек физически устает давить этим пальцем с определенной скоростью. Так скажем, есть система Speed Limit. И вы, сдавая ее на пульте, выставляете скорость, и квадроцикл сам едет. То есть, у него электронный курок газа едет. И вы, в принципе, можете одной рукой управлять, смотреть назад или что-то еще, какие-то действия выполнять. И также есть система, про которую я сказал чуть ранее. ATC – это Intelligent Track System, позволяющая, так скажем, осуществлять торможение двигателем. Когда вы там с прицепом прицепили тяжелый, везете там тушу лося, животного, кого угодно. И тем самым вы можете контролировать этот весь процесс. Есть три режима. То есть, максимальный, средний и самый минимальный. И также дополнительно есть система для крепления бензопилы. Это реально клевая штука. Реально удобно. То есть, она крепится с передней части. И прямо ну алина офигенно. И есть, так скажем, система настройки регулировка крутящего момента, позволяющая вам увеличивать или его уменьшать. Потому что в некоторых моментах, когда что-то тяжело тащить, то вы не можете на стандартной тяге. То здесь вы можете настроить ее на усиленную тягу, позволяющую таскать. В целом, это, так скажем, плюсом комплектации XT есть. Я, по большому счету, рассказал про это. И перейдем теперь к другой комплектации. Но теперь поговорим о всем, наверное, более интересной версии. Это XMR. Эта версия сделана специально для развлечений. То есть, у нее оснащены 28-ми тяжеленные колеса. Swamp King, если я не ошибаюсь, уже подзабыл, честно говоря. На 14-х дисках обута эти колеса не позволяют квадроциклу всплывать. То есть, идти в большей части по дну. У нее уже вынос радиатора интегрирован вместе с передним бампером. Он легко снимается. Его очень удобно мыть. В отличие от тех предыдущих выпусков квадроциклов XMR, где передний радиатор реально тяжело помыть. То есть, закрывает его металлическая решетка. И это сложно добраться. То есть, выход вариатора теперь у него располагается в передней части. И также это очень удобно. Все это дело разбирается. Впуск располагается с передней части. Там же и воздушный фильтр туда переместили. Система у него теперь Visco 4 Lock. Про Speed Limit и какие-то другие версии. То есть, про круиз-контроль ничего про этого не сказано. Штаркельная часть располагается также в передней части. Выход вариатора, как стандартный, никогда не располагают производители одновременно, где впуск в мотор, впуск в вариатор. А всегда он располагается отдельно. И это очень грамотное решение. В целом, машина XMR получилась достаточно очень красивая. То есть, у него также есть спорт-режим. То есть, настраиваемый вариатор регулированного тяга. То есть, в целом, дизайнерский он очень красивый и интересный. Как он себя поведет вообще в грязи, сложно сказать. Они означаются только с 650-кубовым мотором. Поэтому машина получилась достаточно очень интересная в плане развлечения. Ну, а теперь давайте я поговорю про минусы. Поскольку это новинка и в связи с новыми, реальными, они у нас не поставлялись ни разу. То есть, купив этот или привезя этот квадроцикл, вы можете испытывать следующее. У вас что-то обязательно когда-нибудь, но сломается. И запчастей на эту технику в России нет. То есть, если вы решились его купить, независимо в какой комплектации, вы должны очень глубоко подумать, как вы будете его обслуживать и ремонтировать в случае каких-то поломок. Поэтому, наверное, стоит все-таки очень задуматься об этом. И в последующем уже принять какое-то взвешенное решение. Либо подождать, пока производители навезут эту технику, навезут запчасти. И только впоследствии уже принять решение о его покупке. Я максимально постарался уделить внимание каждой комплектации. Рассказать очень быстро, бегло, сжато одновременно. И вообще, что это за новинка вообще из квадроциклов серии КНМ. Всем спасибо, что уделил внимание. И досмотрели это видео до конца. Еще будет много очень интересного. Всем спасибо за просмотр. Берегите себя, катайтесь чаще. Всем пока.